Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Клей уже 5 часов То есть мы уже в принципе Должны были его выбросить Но мы такие экономные Поэтому мы его используем Основная задача При работе на солнце Наносим толстым слоем Наносим 4 части Три части будем возвращать назад в ведро Наносим по краям Металлической теркой Либо шпателем То есть вот края Толстый слой Вот края Толстый слой И заполнение середины Так что клею Существует Ошибочное мнение Среди диванных теоретиков Не практиков О том что нужно в работе Использовать зубчатый шпатель Скажу сразу Этого делать нельзя Категорически нельзя Хоть это и записано во всей документации Объясняю почему Как только мы зубчатым шпателем Будем наносить клей на фасад Он у нас тут же будет сохнуть Мы прикладываем сетку Первое Мы получаем каверны Между зубцами Потому что туда клей у нас не проникнет Второе Будет просто сохнуть И сетка будет ложиться в буграми И мы потом Не сможем излишки Клея снять Основная работа Заключается именно в том Что мы Наносим клей Толстым слоем Вот видите Би-сит А потом мы его должны Снести Снести его должны Через сетку Спасибо Вот важный момент Зачем мне вадю Вот я работаю один с базой На фасаде Делаешь фотографии, да? Да Что я делаю? Я сворачиваю рулончик Потому что у меня нет Внизу напарника Видите? Красивой надписью Балтекс Крепикс 2000 Вверх Единственная нормальная сетка На рынке Нет Есть еще Фасад Про Тоже нормальная сетка Так что Диму Бутрин Не переживай Я тебя люблю Но Балтекс Мне нравится больше Сейчас еще посмотрим Потом стоит Вот я беру сетку Задача Прихватить Честно Мне не совсем удобно У меня и кубик Под углом стоит Но постараюсь Провнее Вы уж меня извините Если будет она С небольшим перекосом Стоять Видите? Распределяю Дальше у меня идет Более нижний ярус Делаю каким способом Зафиксировал Либо через сетку Либо вот так Чтоб рулончик не проваливался И дальше я занимаюсь тем Что я просто сношу И излишки клея Возвращаю в ведро Вот основная задача Вот в чем весь фокус Если я клей нанесу Зубчатой теркой Либо я его нанесу Шпателем Тонким слоем Он у меня Сволочь Высохнет И я ничего не смогу Сделать Фасадом Физически У меня будет Вот такая вот гармошка Как стиральная доска Будет Фасад Это основной принцип Так что Будьте Грамотны Не слушайте Теоретиков И ванных блогеров До добрания Не доведу Единственное Конечно Еще Если бы у меня Кубик Не шатался Было бы просто Замечательно Но это все Пенополистирол И вот эта вот Тумба Весит всего Под 50 Кг Меньше Это ППС-16 Тефло Строй 31 Сырье Сибор У некоторых Кубики Шатаются Когда на фундаменте Стоят У некоторых Кубики Шатаются Когда на фундаменте Стоят Ну бывает Такое Бывает Что На кровь Поднимаешься Нужно Утеплеть Трубу И ты понимаешь Что она Качается И стоит На собственном месте И только ветер Подул И она такая Ух Очень часто К сожалению Говоришь заказчику Он не хочет Слышать Он считает Что так и должно Здесь у меня К сожалению Просто под Палетами Болото И по другому Мне не сделать Видите Вверху Когда делаю Базу Главное Я не должен Оставить Много клея Не должен Оставить Тукры То есть У меня Структура Сетки Должна быть Видна Но Не на стир Вот видите Стир Это Вот это Место Вот оно То есть Видна структура Но не на стир А дальше Я должен Перетянуть Но перетягивать Я буду завтра После того Как клей Схватится Сейчас Я перетянуть Физически Не смогу Поэтому Я спрыгиваю Стигаю Свои подлости Выполненные Из пенополистирола Удираю И продолжаю Устройство Базово армирующего Слоя Уже в нижней части Для этого Я Приподнимаю Сеточку Потому что У меня клей Должен быть Обязательно Под сеткой Добавляю Обновляю Видите Вот этот слой Потому что Сверху Видите Он подсох Иначе У меня будет Буква Быстренько Накидываю Края Опять Края И дальше Заполняю Середину Самая большая Проблема Какая у людей Кто начинает делать Они начинают Оттягивать Пытаться Что-то Отспоклевать И на этом Они теряют Драгоценное время Клей начинает Высыхать То Чего делать Категорически Нельзя Мы должны Повесить Клей А по краям Есть такой термин Называется Сопля Что такое сопля Вот я взял Нанес На терку Либо шпатель Надавил Видите Он выдавился Это так называемая Сопля Это очень важно Когда мы на углах Устанавливаем уголки С сеткой Мы должны Сделать так Чтобы у нас По углам Под уголком Между утеплителем И уголком Не было воздуха А это возможно Только в том случае Если у нас Выполнена Как раз Вот эта вот сопля То есть Избыток Клея Клей мало Остается Но я думаю Мне его хватит На вот эту небольшую захватчик Дальше Выдергиваю дюбель И волшебным движением Шорты превращаются В джинсы Или джинсы в шорты Но это не важно Самое главное Прямая И распределение Под углом 45 градусов Если делать по другому Здесь видите Сетка пытается идти полными Это любая сетка Плохая Хорошая Но Вот такие вот движения Я должен распределить ее По поверхности Как я распределил Я снимаю излишки клея А его много Потому что Если не будет Излишки Излишки клея Вот эти У меня не получится Сделать ровный Базово армирующий слой Вот просто высохнем На поверхности И я получу полный Вместо Базового Слоя Ну смотрите Полная полимеризация 72 часа Через 72 часа Можно вносить Кварцевую грунтовку Декоративную Если раньше Делаете То вы рискуете Тем что появится пятна Для декоративной степени Все хорошо На свете Видите Я должен Запомнить Но Структуру сетки Я оставляю И в принципе Маленькие Перепадики Которые Могут быть Они Меня Сильно Не волнуют Я здесь Подрезаю Сетку Андрей Андрей Оставил ее Больше Чем Мы Отпечатаем Отпечатаем Дорога Я втопил сеточку, потом беру Втопилёчек не широкий Это не перетяжка, я просто убираю бороздочки Потому что если я их не уберу, мне их придется срезать В принципе, первая база меня устраивает Дальше у меня будет завтра перетяжка Хотя, вполне возможно, по такой погоде я её сделаю сегодня Для того, чтобы завтра уже наносить декоративную штукатурку Мы на выставке ограничены во времени Вот если сюда посмотреть Ведро было пустое Это вот то, что я снял с нижней захватки Вернул ведро То есть это очень много клея Я вернул, наверное, четыре пятых Может быть, три четвертых Но где-то вот в этом Это много клея Если я буду наносить мало, я ничего не успею сделать Вот это вот основной постулат Которого нужно придерживаться Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Мир вашему дому Супер Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо Спасибо